Я рад приветствовать на Соловьев Лайф Сергея Александровича Михеева. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Важное объявление. Телеграм-канал «Железная логика». Других телеграм-каналов у Сергея Александровича нет, поэтому все переходите, подписывайтесь на «Железную логику». Ну и второе важное объявление на Соловьев Лайф. Также начинается программа наш Сергея Александровича Михеевым со следующей недели или через неделю. Тут уже технические вопросы, но Сергей Михеев будет на «Соловьев Лайф». Так что это отдельный повод подписаться на YouTube-канал «Соловьев Лайф», на YouTube-канал Сергея Михеев, чтобы следить и ничего не пропустить. Сергей Александрович, вот у вас какие впечатления, уже вот такое послевкусие, после встречи Путин-Байден? Она состоялась и что дальше? Что это для нас значит? Ну, дальше будем жить. Я думаю, что сейчас началась такая ситуация, при которой действительно все хотят видеть в этой встрече то, что им хочется видеть, а не то, что там было на самом деле. Во-первых, мы все-таки многого не знаем. Значительная часть переговоров, вернее, практически все переговоры в узком формате, они проходили не публично. И те люди, которые там присутствовали, они ничего по этому поводу, по большому счету, не рассказывали. Поэтому мы можем с вами обсуждать, на самом деле, не саму встречу, а только пресс-конференции Путина и Байдена. Так как, на самом деле, я думаю, что основное содержание того, что было, все-таки осталось за кулисами. Но оценивая общую ситуацию и на пресс-конференции, есть подозрение, что, по большому счету, в наших отношениях США не изменилось радикально ничего. Стороны довольно откровенно и прямо, насколько я понимаю, обозначили друг другу свои позиции по целому ряду вопросов, в том числе вот эти пресловутые красные линии. Но и договорились изобразить какие-то контакты в тех сферах, где их можно изобразить. Действительно интересным для человечества в этом смысле является только вопрос об ограничении ядерных вооружений. По этому поводу будут проходить консультации, созданы рабочие группы и так далее. Второе, о чем больше всего говорят, это кибербезопасность. Но здесь будет сложнее, хотя тоже рабочие группы создадут, консультации какие-то будут. Американцы даже нам какой-то список передали о тех сферах, в которые они просят не вмешиваться. Наши никого в списке не передавали. Но опять же, это вопрос консультации. Значит, все остальное, на самом деле, Украина, условные Навальные, климат и все остальное, это, в общем, на уровне просто обозначения позиций и больше ничего. Я, честно говоря, пока никаких таких серьезных подвижек в этом смысле не вижу. Ну, единственное, по Украине можно сказать, что, наверное, значит, украинские власти и большие сторонники нынешних украинских властей может быть не услышали того, что хотели бы услышать, потому что, в общем-то, Байден очень кратко повторил такие дежурные мантры. Но, если говорить в целом, судя по всему, речь идет о какой-то паузе в эскалации напряженности между США и Россией. Но мой вопрос, вот самый большой, который меня интересует, да, а что будет после этой паузы? Если эту паузу запросили американцы, судя по всему, именно они попытались организовать эту паузу, потому что все-таки Байден вышел на эту встречу, Байден, на самом деле, серьезно сгладил многие, так сказать, свои наиболее резкие оценки. Вот, а что будет после этой паузы? О чем идет речь, да? Знают ли американцы, что будет после этой паузы? А если они знают, то знаем ли мы, что мы будем делать после этой паузы, да? И здесь есть два момента. Первый — это то, что все-таки американцы, судя по всему, решили сосредоточиться на борьбе с Китаем, а российское направление передают в руки, в определенной степени передают в руки европейцев, например, да, для этого были G7, для этого был ЕС-саммит, для этого был саммит НАТО и так далее, и так далее. Хотя и НАТО, они втянули тоже, так сказать, в эту ситуацию с Китаем, с одной стороны. А с другой стороны, да, вопрос в том, насколько в этом процессе, как бы, и кто в этом процессе, так сказать, держит инициативу. Вот, что меня лично интересует, это тот вопрос, как долго мы будем готовы следовать вот по этому пути, где все-таки инициативу задаем не мы, да? То есть мы, как бы, довольно твердо, я считаю, что Путин впервые так твердо обозначил многие наши позиции. Здесь, мне кажется, попытки искать какую-то слабину или какую-то победу Байдена, они так протянуты за уши. Но вот что есть, то есть, да? Это то, что мы, в общем-то, действуем реактивно и постоянно подчеркиваем, что вот мы, значит, на самом деле действуем реактивно международного права и прочее, прочее. Возможно ли так захватить инициативу? Я думаю, что нет. И в таком случае для меня вот главный вопрос. Если это передышка, да, то что будет за ней? И кто вот в этом процессе будет, так сказать, владеть инициативой? А всё остальное, знаете, вот эти разговоры в СМИ, значит, ещё что-то, это каких-то людей, опять же, условно, каких-то оппозиционеров или кроинских властей, это в основном такая штука. Каждый хочет видеть в этой встрече то, что ему хочется видеть, да? И я думаю, что, на самом деле, истинный смысл этой встречи, он немножко сейчас, по крайней мере, ускользает, ускользает от понимания, ну, условно, политической тусовки. А вот у вас есть представление, понимание, что будет дальше после этой паузы? Ну, я вот не знаю, что будет дальше, да? Я знаю, так сказать, что, по идее, должно было бы быть, да? Ну, во-первых, ни о каких, на самом деле, ни о каких разводках по Китаю, вот тут нам тоже на всё намекали, что американцы могут сделать какое-то предложение по Китаю, я не вижу такого предложения. Вот никаких и таких, никаких серьёзных подвижек в ситуации, значит, в этом треугольнике США, Китая, России я не вижу. Это значит, вопрос о том, что будет дальше. Наши отношения с Китаем будут оставаться такими же, такими же тесными. А что касается американцев, то их попытка сосредоточиться на Китае, видимо, будет в первую очередь направлена на проблему Тайваня. Почему? Потому что Тайвань для них крайне важен. На Тайване производится огромное количество микросхем для американских компаний, высоких технологий. Если китайцы захватят Тайвань, а я думаю, что не захватят его. И вот этот вопрос корреспондента NBC, который был, значит, накануне, он совершенно не случайен. И вот китайцы, если захватят Тайвань, и ещё раз повторяю, я уверен, что не захватят вопрос только в том, когда. Это будет серьёзный удар по позиции американцев в сфере высокой технологии, во-первых. Во-вторых, это будет серьёзное, так сказать, приобретение для китайцев, чьё развитие в этой сфере американцы пытаются тормозить. Но здесь я вот лично не увидел ничего такого, что пока, по крайней мере. Да, опять же, мы большей части из того суперсловия мы с вами не знаем. Но я здесь не увидел, например, скажем, никакого действительно, так сказать, какого-то значимого предложения Байдена по Китаю для России. Я думаю, что Байдена и не особых иллюзий по этому поводу не испытывает. То, что он там такое что-то странное сказал на своей пресс-конференции насчёт того, что вот у вас там есть Китай, 1700 километров границы, его армия модернизируется, и в этой ситуации вам бы надо с нами иметь хорошее отношение, я не очень понимаю, каким практическим смыслом это наполнено. Да, что американцы говорят, что, значит, вам надо быть слабыми для того, чтобы Китай на вас не напал, что ли, да? Или вам надо, так сказать, быть в дружбе с Америкой, чтобы Америка поможет нам справиться с Китаем, что ли? Что-то я вообще с трудом себе представляю ситуацию, при которой американцы могут хоть кому-то в чём-то помочь, а уж тем более нам справиться с Китаем. Или я слышал такую версию, что вот, мол, давайте, мы сейчас в экономической сфере начнём сотрудничать, мы будем вкладываться в Сибирь, и тогда мы готовы защищать свои инвестиции потенциально от китайцев. Но какие это инвестиции? О чём может идти речь? Я не знаю, мне кажется, это за уши притянуто всё. Поэтому в этом смысле я пока не вижу серьёзных подвижек. Скорее всего, движение будет примерно в этой же, так сказать, рамке. Что касается ситуации, например, условно говоря, по Украине. То же самое. Путин сказал о Минске соглашениях. Байден это не опроверг, надо сказать. Да, я думаю, что в этом смысле для Киева это такая грустная тема, потому что Байден ничего не сказал про Северный поток-2, и он не опроверг, как бы сказали, Путина по поводу того, что единственная, так сказать, рамка является Минске соглашение. Вопрос, конечно, в том, что эти Минские соглашения тоже можно как бы очень лукаво трактовать и даже выполнить, а потом взять и всё это поставить с ног на голову. Но я думаю, что здесь всё-таки устремления России должны быть однозначны. В общем, стратегической целью должно быть восстановление единства украинского, белорусского и русского народов. Как это произойдёт, другой вопрос. Но делать какие-то уступки или, скажем, позволять обманывать в рамках этих Минске соглашений, я надеюсь, что этого не будет, а значит, конфронтация по этой теме тоже будет, скорее всего, продолжена. Всё остальное — это кибербезопасность и вся эта лабудень. Но мне кажется, это не более чем повод для того, чтобы друг на друга наскакивать. А здесь каких-то таких реальных прорывов, скорее всего, не будет. Что будет после этой паузы? Я думаю, что всё равно конфронтация в целом будет продолжена. Вопрос в том, что она, может быть, будет более управляемой, более предсказуемой, и её уровень будет ниже. Вот и здесь возникает главный вопрос. А надо ли нам это? Может быть, надо действовать более резко. Но я так понимаю, что Путин считает, что для этого у нас пока не хватает ресурсов, или он крайне осторожен, думая, что опять же он в стиле своих вот этих вот, так сказать, огики, дзюдо там что-нибудь такое придумает. Вот это главный вопрос вообще, она ли нам, нужна ли нам эта осторожность, да? Скажем, нужна ли нам вот такая предсказуемая, так сказать, управляемость этой конфликтности? Или нам лучше действовать, скажем, спонтанно, неожиданно для американцев, по парадоксу? Это серьёзный ещё вопрос. А что мы можем сделать неожиданно? Это, как вот говорит Виктор Баранец, сразу взять базы на Кубе и Венесуэле поставить, когда ночью проснётся глава Пентагона. Это тот самый парень, мой парень, который побежит будить Байдена в трусах, в жёлтую ромашку. Посмотри, что там происходит, они уже стоят на Кубе. Это так? Ну, например, да. Может быть, и так. Может быть, например, и так. Хотя, ну, то есть это как один из вариантов. То есть, грубо говоря, действовать может быть жёстче, резче. Вот. Но вот эта встреча, я думаю, что Байден именно поэтому эту встречу запросил, что он понял, что мы теоретически можем это сделать. И я так думаю, что, кстати говоря, их серьёзно насторожило все эти манёвры наших войск вдоль украинской границы, перемещения в Крым. Они действительно испугались, что мы можем сейчас сделать что-нибудь такое, на что им придётся отвечать. Отвечать жёстко, а они к этому просто-напросто не готовы. Вот и всё. Вот это одна из, так сказать, версий всего того, что происходит. А вовсе не в том, что Байден тут вот взял и решил подружиться с Россией, или Путин вдруг взял и очаровался, так сказать, Байденом и так далее. Ну его же тоже сейчас грызут Байдена, там его янки-американцы-ястребы, которые говорят, а что ты сделал-то, куда ты поехал, как ты с ним общался, почему же ты не сказал, что он убийца? Там же пришлось Байдену даже ругаться с журналисткой возле трапа самолёта, а ты отстань от меня, правда, потом он извинялся за это. Ну, ничего. Во-первых, что касается убийцы, но он должен следить за словами, ну и что, что он президент Америки. Тем более, ему надо следить за словами, потому что его уже несколько раз на этом поймали, ну и на будущее, наверное, это хороший урок. Например, Трамп гораздо от этого вопроса ушёл. Понятно, ему других вопросов накидали. Вот что касается того, что его там грызут замаслы, всякие разные СМИ, в том числе республиканские, в первую очередь, ну и пусть грызут, и хорошо. На самом деле, чем ему хуже, тем нам лучше, по большому счёту, и нечего здесь, не надо здесь никого жалеть. Да, это не наше дело. Хотя я думаю, что, конечно, у Байдена в этом смысле гораздо более надёжная позиция, чем у Трампа. За Трампа были только его родственники, и то не все. А с Байденом, конечно, большая часть американского правящего класса, эстеблишмента, она находится на его стороне. Я думаю, что они понимают, что он делает, и он понимает, что он делает. Другой вопрос, насколько вообще, насколько степень непредсказуемости и вот эта хаотичность американского политического процесса действительно далеко зашла. А вообще Байден, он в хорошей форме или нет? Потому что, когда он приехал, и когда была вот эта вот потасовка и первая встреча Путина, Байдена, и тут вырываются американские журналисты, которые чуть морду не бьют своим секьюрити, на что обращаем мы внимание прямо в первые же секунды? А вот с чем он сидит? А у него там подсказочки, и он ими полностью увешан, я думаю, все карманы забиты, словно у студента-первокурсника. Хотя бы вспомнить, как уже тут шутят, «А как меня зовут? А кто передо мной сидит? В каком городе мы находимся?» Он-то сейчас адекватен? Ну, я-то его не видел, сами понимаете. Поэтому я думаю, что правда, она находится где-то посередине между словами Путина о Байдене и вот такими самыми крайними оценками того, что старичок совсем уже плох. Я думаю, что, с одной стороны, конечно, Путин делает комплименты Байдену, это совершенно очевидно, в том числе в контексте вот этой встречи, ну и возможных последствий этой встречи, для того, чтобы, грубо говоря, не испортить ситуацию. Но, с другой стороны, я не думаю, что если бы он не увидел профессионализма Байдена, он бы об этом не сказал. Потому что, ну, все-таки, действительно, каким бы он там ни был, этот Байден, в общем, на самом деле, он действительно очень опытный политик. С другой стороны, я думаю, что, конечно, еще раз повторю, Путин здесь немножко, видимо, подслащивает эту ситуацию, но просто всего того, что он должен это делать, потому что это дипломатическая ситуация. А, значит, в принципе, возраст Байдена и его физическое состояние все равно имеют место быть. В конце концов, не мы это придумали. Не мы придумали эти его оговорки, не мы придумали всю эту ситуацию с ним, да. Поэтому, я думаю, правда, она где-то посередине между там, скажем, там, ультратрампийскими, так сказать, ультратрампийскими наездами на Байдена, обвинениями в деменции и тем, что говорит сегодня Путин, потому что, ну, Путин, конечно, в этом смысле говорит как президент, недавно приезжий со встречи. Давайте послушаем сегодняшнего Путина, где он ответил на вопрос про Байдена. Это очень важные слова. Знаете, я хочу сказать, что тот образ, который, образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Ну, вот он же в длительной, находится поездке, прилетел из-за океана, джетлет, так называемый, смена часовых поясов. В принципе, вот я даже, когда летаю, ну, выбивает это из колеи. Нет, он все-таки, он выглядит бодрым. Мы разговаривали с ним с глазу на голос два, может быть, чуть больше часа. Он полностью о материале. Ну, время от времени заглядывал там в свои записи. Мы все так делаем. И вот тот образ, который рисует, он даже может немножко расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечем. Байден, он профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас. Ну, это было совершенно для меня очевидно. То, что он там чего-то путает иногда. Но у него пресс-секретарь, молодая, образованная, красивая женщина, она сама все время путает чего-то. Это ведь не от того, что у нее образование не позволяет, или память плохая. Просто, знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом свое внимание. Ну, американцы считают, что ничего нет важнее, кроме них самих. И, ну, такой стиль. Так что здесь нет ничего необычного. А повторю еще раз, он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно это. Это сразу чувствуется. Ну, вот эти слова, что они нам открывают? Потому что, как мы еще можем заметить, на пресс-конференции он выступает, и у него стоит суфлер. Вот так вот эта пресс-конференция глазами Байдена. Он видит и зачитывает с него текст. Также он чуть не назвал Путина Трампом, оговорился, но быстро поправился. Он бы выдержал? Я думаю, что он выдержал, конечно, да. Действительно, как бы у него было довольно длительное вот это турне. Я вообще, у меня нет никаких там этих попыток там ему симпатизировать. Вот. Но я, знаете, в чем здесь соглашусь? Потому что нам не стоит расслабляться. Мы тоже, когда мы рисуем, значит, образ уже такого старикашки, который ничего не соображает, это ведь тоже немножко расхолаживает, да. Я думаю, что нам действительно не стоит расслабляться. Лучше переоценить противника в чем-то, да, чем недооценить его. Это с одной стороны. Но с другой стороны, Путин делает комплименты, но я бы здесь вот на что обратил внимание. Путин, например, называет, он говорит о Псаке, он называет ее молодой, образованной, красивой женщиной. Как вы думаете, он действительно так считает? Нет, конечно. Я думаю, что он немножко здесь подтролливает, да. Но если он подтролливает Псаке, в принципе, и немножко, как бы, да, и немножко, так сказать, мы не готовы в это верить, но в таком случае, может быть, и все, что он говорит про Байдена, тоже надо делить немножко на какое-то число. Не знаю на какое, но на какое-то надо, наверное, и делить. Но это как отрывок был из интервью про душу, когда Байден говорил, я посмотрел ему в глаза, не увидел души, я хорошо понимаю этого парня. А Путин так вежливо говорит, простите, а я такого не помню. Может быть, было, но как-то ускользнуло из моей памяти. Ну и значит, этого просто не было. А выдержал ли... Сергей Александрович, а вот Байден, если бы он встал не один, не на фоне этого суфлера, а если бы его поставили рядом с Путиным, если бы ему пришлось давать совместную пресс-конференцию, отвечая еще и на вопросы наших журналистов, вот об этом мы, кстати, тоже поговорим, почему не пустили нашу прессу, чего он нам-то интервью не дал, он бы выдержал эти дебаты? По сути, они бы туда и пошли. Да нет, это вот как раз совершенно очевидно. Они просто испугались. Они просто испугались, да. И значит, здесь такая ситуация, что он понял, что живое сравнение с Путиным будет не в его пользу. Это первое. Второе. В таком случае, если бы они были вместе с Путиным, ему пришлось бы по-другому выстраивать ответы на вопросы журналистов. Потому что, например, если бы он ответил что-нибудь, на что Путин мог бы возразить и возразил бы, то ситуация была совершенно другой. А когда он вступал перед пулом, собственно, журналистов, подготовленными вопросами, он мог говорить то, что он хотел, говорить то, что они хотели слышать или что-то в этом роде. То есть он был свободен. А если бы это было вместе с Путиным, то, скажем, на реплику Байдена, с которой Путин не согласен, Путин мог бы возразить, завязалась бы дискуссия. Я думаю, что в этой дискуссии Байден выглядел бы плохо. Это раз. А во-вторых, могла бы вообще обостриться ситуация и, ну, грубо говоря, такой появится бы конфликт. Они этого явно испугались, и они от этого ушли. Но, кроме всего, был, мне кажется, такой совершенно очевидный внутриполитический фактор. Всё-таки Байден, в отличие от Путина, он находится в рамке вот этой зависимости от конфликта с Трампом. Путину, по большому счёту, конкурировать не с кем, по разным соображениям. Это можно как угодно крутить, но тем не менее. У него нет задачи конкурировать с кем-то на внутриполитическом поле. А у Байдена это есть. Он недавно с трудом победил Трампа. Во-первых. Во-вторых, огромное количество людей в Америке считает, что он фальсифицировал эти выборы. Поэтому ему сейчас надо доказывать в Америке, что он, во-первых, не Трамп, а во-вторых, что он лучше Трампа. А как это доказать, например, по итогам саммита с Путиным? Надо создать собственную картинку, и надо убрать все моменты, которые могли бы его, Байдена, дискредитировать или показать его слабость. А для этого что надо сделать? Для этого надо создать собственную картинку в пресс-конференции, где Байден будет говорить то, что он хочет говорить. Его будут задавать те вопросы, которые хотят задавать. И вот эту картинку они будут двигать в Америке. А Путина вообще показывать не будут. Я вот практически уверен, что они Путина вообще не показывают. CNN показывал. CNN давал с переводом его полностью пресс-конференцию. Я не знаю, но все равно они будут крутить, короче, Байдена. Поэтому то, что они не пошли на совместную пресс-конференцию, это точно их слабость. Они этого испугались. Другой вопрос. Что это мы с вами об этом можем говорить, а в Америке, я думаю, в основном, конечно, это будут замыливать. Потому что все равно основная масса СМИ в Америке либеральная, продемократическая, пробайденовская. Они будут ему подыгрывать. Ну, кстати, и в это же время выходит золотая голова, не в том смысле, о котором вы подумали, Дональд Трамп на телеканале Fox News и разбирает по косточкам, просто в пух и прах разносит Байдена, говоря о происходящем на этом саммите. И что он отмечает? Что в Женеве полностью побеждает Россия, потому что, ну, по всем пунктам опережает Байдена Путин. Потом он говорит о том, что рейтинг, мой, Трамп про себя говорит, мой рейтинг небывалых высот достигает, и я собираю митинг в Огайо, и он должен собрать там невероятное количество сторонников. Это получается, что сейчас на фоне встречи с Путиным рейтинг Байдена подрывается, но тут у него вылезает этот внутренний террорист, кстати, что там с уголовными делами Дональда Трампа. Не вспомнят ли они сейчас про них? Ну, тут такая штука с Трампом и Байденом, у кого-то, так сказать, будет куда рейтинг идти. Тут, конечно, ситуация для Байдена не очень приятная. Почему? Потому что сам по себе саммит с Путиным, ну, он такой, скажем, вот прям такую однозначную, положительную динамику рейтингу Байдена не придаст. Потому что, во-первых, эта тема не так значима на внутреполитической арене. Это первое. Второе. Конечно, сейчас Трамп со всей мощью обрушился на Байдена и даже вообще не имея значения, что там было на самом деле, Трамп будет говорить то, что нужно Трампу. Он будет, так сказать, мочить Байдена и всю его команду говорить, что все это ни о чем, это сплошное поражение. И я думаю, что на этом он может даже поднять свой рейтинг. Поэтому вообще сама по себе вот эта встреча с Путиным, она как бы нужна была, с одной стороны, для самоутверждения Байдена и для демонстрации того, что он крут во внешней политике, а с другой стороны, как бы, да, ее, конечно, сейчас его противники пытаются отыграть максимально не в пользу Байдена. Что касается всяких там уголовных дел, не знаю, я не настолько погружен в американскую эту специфику, чтобы дать какую-то оценку тому, что там вот в этом смысле будет дальше происходить. Но у Трампа, кстати, на фоне этого есть будущее в американской политике в 2024 году или они его просто загасят, задолбят? Ну, вот это вопросы такие, да, вот есть ли у него будущее. Если говорить о симпатиях избирателей, то у Трампа есть будущее. Если говорить об американском правящем классе, то, конечно, они бы не хотели возвращения Трампа. Но многое будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события, каким дальше будет Байден, что будет дальше происходить, так сказать, в самой Америке, вокруг Америки. То есть потенциально у Трампа, конечно, шансы есть. Вот. Что они будут с ним делать дальше? Ну, это вот вопрос такой. Я здесь прогнозов, честно говоря, прогнозы давать не готов, но я думаю, что, конечно, они постараются его убрать. Другая проблема состоит в том, что я не вижу пока у республиканцев никого, кроме Трампа. А вот если не Трамп, например, то кто через 4 года? Кто у республиканцев, так сказать, какая конкретная личность? Вот о ком можно говорить? Мы, конечно, довольно плохо разбираемся во всех этих местных вот перипетиях. Там нам, наверное, глубокие специалисты скажут нам, ну вот там такой-то, так сказать, такой-то, сикой-то. Но, в общем, нет такого человека, о котором говорили бы в том числе иностранные эксперты. И пока смысл в такой, если не Трамп, то кто тогда? Или тогда что? Или тогда, так сказать, единоличное управление демократов, они, например, пропихивают эти вот законы мифологические о том, что там давайте латиносам дадим права, как бы избирательные этим иммигрантам. И тогда они вообще всю жизнь будут, на 100 лет вперед будут избирать демократов. Вот интересно, что просто будет в самой Америке происходить в этом смысле. Но для нас, кстати, кто выгоднее, Байден или Трамп? Мы же из этой логики исходим, мы же тоже прагматики в политике. Ведь вот мы вспоминаем и такую карикатуру, которую опубликовали уже в американской прессе, что вот сидит такой поджатый и мощный Байден, и рядом с ним сидит Путин, который плачет возле фотографии Трампа. Как же плохо без него было. Но понятное дело, что к реальности это фотографии не имеет никакого отношения, но все-таки кто для нас выгоднее? Ну, это бредятина. Я думаю, что такие карикатуры появляются в контексте борьбы Байдена и Трампа. А к Путину они имеют отдаленные отношения. Я, честно говоря, не заметил никакого такого прогресса в наших отношениях во время пребывания Трампа. Все говорят, что он мог бы быть. Но почему здесь Трампа симпатизируют многие? Ну, во-первых, потому что он более понятен нормальным людям. Потому что даже послушайте пресс-конференцию Байдена, но вообще там птичьего языка демократов и вот этих гомосеков из северных штатов и университетов, он такой странный, этот язык. Нормальному человеку вообще его понять крайне сложно. Мне кажется, там вранье и настолько въелось в эти дела, что там уже нормальным людям разговаривать невозможно. Поэтому здесь он тоже многим симпатизирует, как бы он более понятный, более традиционный. Но почему я лично считаю, что в целом Трамп был даже интереснее? Почему? Во-первых, потому что он все-таки не работает на глобалистскую власть. Он все-таки пытается Америку вернуть в саму Америку. И для нас это, в общем, с глобальной точки зрения, с точки зрения глобальной повестки, это скорее перспективе пользы, чем вред. Это первое. Второе, он много там ломает вокруг себя. Он как слон в посудной лавке и в Европе сколько там посуды побил. И в Америке он фактически замутил внутреполитические конфликты. Здесь уже, знаете, от противного. Чем вам хуже, тем нам лучше. Я думаю, что в этом смысле, в таком циничном смысле, Трамп, наверное, для нас был бы выгоднее. Но по Байдену, понимаете, у Байдена все равно нет далеких перспектив в силу его возраста. Здесь можно спорить о том, страдает он там деменция, не страдает. Но спорить о дате его рождения бессмысленно. Поэтому в общем-то часики Байдена они такие, так сказать, тоже не сильно длинные. Вот представьте, сейчас он только начал свой срок четырехлетний и уже значит столько насмешек, столько разговоров, столько слухов о состоянии его здоровья. А если он, например, метит и еще на один четырехлетний срок, а чем он будет через восемь лет, особенно учитывая то, что на самом деле любая подобная работа это очень серьезная нагрузка. Это, знаете, только вот совсем такие кухонные обыватели могут мечтать о том, чтобы стать президентами. Да, вот, я был бы президентом, я бы, и что бы ты делал, да, что бы ты, смотрел телевизор, как бы это самое, пил бы пиво, как бы чесал бы это самое пузо и играл бы в футбол. На самом деле это очень тяжелая работа для любого человека, независимо от того, как он там политику ведет. И для Байдена это, конечно, испытание. Вот такие дела. Вот говоря про Украину, там же сказал Путин, что обсуждали все это мазками. Я себе представляю, какой вой там поднимается, ведь все эти Ермаки пытались прозвониться в Белый дом, там с Салливанами связаться. Давайте там переговорим в понедельник перед самим саммитом. Ну, их посылали в одно известное место и разговаривать с ними отказывались. И телефон так оставался лежать, никто трубку не поднимал. А что будет с Украиной? Вот не могут нам ее уже отдать просто на откуп, сказать, все, ладно, мы сюда не лезем. У нас есть другие три темы противостояния. Тарсская, кибербезопасность, это битва за космос, а с Украиной вы уж там как-нибудь разберитесь. Ну, здесь два момента. Первое, действительно, современная киевская власть нынешняя, ничего такого оптимистичного для себя, конечно, на этом саммите не услышала. Было сказано буквально пару дежурных фраз на пресс-конференции Байдена по поводу Украины, а в целом, честно говоря, ничего такого хорошего. Например, даже на своей пресс-конференции Байден ничего не сказал про вступление Украины в НАТО, вообще ничего не говорилось на этом саммите по поводу Северного потока-2, не даром Трамп к этому привязывается, да? По поводу Донбасса... Так потом слили же Вашингтон-Пост, Сергей Александрович, слил же Вашингтон-Пост вот эти вот секретные переговоры, что Байден сам сказал против оператора Северного потока мы не будем выступать, и потому что уже 90% готова Северного потока, значит, проект завершен. Все, мы туда не лезем, санкции, мы умываем руки, не будем влезать. Это понятно, это понятно, просто на Украине теперь же новые сказки. Это они уже поняли, они, так сказать, уже проплакали, горючие слезали. Они теперь новые сказки рассказывают за счет того, что, ну да, хитрая Америка даст достроить трубу, но она не даст по ней поставлять газ. У них там следующая сказка, так сказать, на очереди. Но, насколько я понимаю, как бы, да, Байден вообще, ну, как бы, на этом решил не заостряться. Кроме того, Путин сказал о том, что, значит, урегулирование на Юго-Востоке, как он понял Байдена, мыслится в рамках Минских соглашений, и Байден это не опроверг. Не опроверг, это тоже важно. Байден не потребовал, например, участия США в переговорах и так далее. То есть, в целом, конечно, в Киеве ничего такого для себя воодушевляющего не услышали. Это с одной стороны. Но с другой стороны, отвечая на ваш вопрос, а не отдадут ли они нам Украину? Да нет, конечно. Нет, конечно. Конечно, не отдадут, а и вообще. Они ничего, никому не отдают. Можно только прийти и взять. Поэтому здесь вот эта пассивная позиция, я вот начал, так сказать, какие планы по этому поводу имеем. У кого инициатива? Ни в какой, так сказать, ни в каком пассивном залоге ждать, что нам кто-то что-то отдаст, совершенно бессмысленно. Никто ничего не отдаст. Да, у Америки есть проблемы с мировой гегемонией, это точно. Да, именно поэтому, в том числе, Байден встречается с Путиным. Да, именно поэтому Байден, так сказать, выкрутил руки НАТО и тоже впарил ему вот эту Китай как потенциальную, так сказать, цель, потенциальную угрозу. Это всё правда. Вот, но они ничего они будут сами отдавать. Ничего. И ни на какую кибербезопасность нам бы эту самую, как бы, это разменять не получится. Поэтому я думаю, что они за всё, что они имеют, будут держаться до последнего. И здесь вопрос всё-таки в том, у кого будет инициатива в этом процессе. Потому что это было бы самым, так сказать, прекрасным, да, взять и учредить новую Ялту, как бы говорить, давайте новую Ялтинско-Поздамскую систему. А на основе чего? Я напомню, что Ялтинско-Поздамская система, она возникла перед лицом триумфальной победы советской армии в Европе и возможностью движения советской армии аж вплоть до Ла-Манша. Вот на этой основе и возникла Ялта. А вовсе не потому, что нам кто-то что-то решил подарить. А сейчас на какой основе это будет возникать? На основе того, что мы забрали Крым, но это, если честно, пока, так сказать, на подобные изменения не тянет. Да, вот и всё. Поэтому здесь надо понимать простую вещь. Американцы играют свою игру. И, конечно, Украина для них не цель, а средство. Но пока они имеют что-то в руках, они сами от этого отказываться не будут. Размен, может ли быть размен? Но я не вижу, честно говоря, вот пока, так сказать, тоже каких-то аргументов для подобного размена. Вот они, например, могут сказать, хорошо, мы уходим с Украины. Они могут разменять это только на Китае, например, скажем, да? Но и в этом я даже не уверен, потому что, скорее всего, они будут обманывать. Но стоит ли такой размен, как бы этого? Я думаю, что нет. То есть надо здесь действовать и с одной стороны не хитрее, с другой стороны инициативнее, ничего отдавать никому не будет. Ни американцы никому никогда ничего сами не отдавали. Ну вот еще, конечно, мы не можем не коснуться этой темы, потому что и Байден, и Путин тоже говорили про, даже удивительно, про это ничтожество в красивой упаковке. Это Навальный, который там покоится где-то во Владимирских колониях. Почему? Вот давайте послушаем, кстати, что Байден наговорил про Навального по поводу его смерти. Это, конечно, тоже что-то шокирующее. А когда мы говорим о последствиях, вы сказали, вы много говорили о правах человека. Что произойдет, если Алексей Навальный умрет? Я ему сказал, что я считал бы, что последствия этого были бы разрушающими для России. И когда он говорит, что это не о том, что хотят боль причинить к Навальному, он рационально пытается объяснить, то, как относится к Навальному, и потом он умрет в тюрьме. И я ему сказал, что это очень важно и имеет большое значение, когда это происходит в стране. И я ему объяснял, почему мы продолжаем иметь проблемы с президентом Сирии, потому что он нарушает закон о химическом оружии. Этому человеку президенту нельзя доверять. Это все к чему? Да мне кажется, это ерунда полная. Это просто ритуальные фразы, тем более, что это ответ на вопросы журналистов. Посмотрите, как он съехал с этого вопроса на Сирию и на Асада. Было ясно, что он не хочет эту тему развивать. А разговоры о смерти Навального это разговоры как бы ни о чем. Вот если он умрет. Во-первых, это этот посыл дала журналистка, а не сам Байден. А во-вторых, он сказал, ну вот если он умрет, тогда вы что, хочется спросить? Вы начнете ядерную войну? Если американцы не собираются воевать за Украину, то я вас уверяю, ни за какого Навального или за любую другую фамилию они тем более воевать не будут. А они не просят его освободить. Он, например, на этой пресс-конференции даже не потребовал его освобождения. Например, о чем он говорит? Обратите внимание, вот тоже это вопрос о фантазиях наших всяких всевозможных сторонников Навального. Друзья мои, вы не заметили, что он, например, не говорил об освобождении Навального. Он говорит теперь о том, чтобы Навальный не умер в тюрьме. И он не только не говорит об освобождении, Сергей Александрович, а он еще не вспомнил и даже, может быть, не увидел тех плакатов, которыми пытались зависеть всю Женеву, Навального отравили новичком. Вы чувствуете, как поменялась, так сказать, эта позиция? Он ведь мог бы сказать, а я потребовал от Путина срочного освобождения. Он этого не сказал. Он говорит, ну, Навальный, если он умрет в тюрьме, то есть они уже смирились с тем, что он там. И более того, в принципе, я так понимаю, что он им там выгоднее, чем, например, скажем, где-нибудь в Европе или в Америке. А вдруг он там умрет? Будет здорово. Потому что я, так сказать, говорю с их точки зрения. Потому что тогда получается, что они вроде как имеют, вроде как Путин нарушит свои обязательства, а американцы получают право на какие-то действия. Но что касается конкретных действий, но он не обозначил никаких действий. Вот он сказал, что это будет тогда. Я ему сказал, и тогда что? Мы напишем «Спортлото». Но тем более, что я, честно говоря, если честно, я думаю, что сценарий смерти Навального в колонии, он вообще совершенно фантастический, абсолютно нереальный. Никому это нафиг не нужно, чтобы он там умирал, как бы, и вот, собственно, и всё. Поэтому мне кажется, это ритуальные слова. Я ещё раз повторю, я уже с этого начинал. Здесь вот каждый слышит то, что хочет слышать, с одной стороны. С другой стороны, как раз те, кто ожидал от Байдена жёсткого, так сказать, жёсткой постановки Путина, значит, перед лицом ультиматумов, они этого не услышали. Не услышали, а теперь давай выуживать, выдумывать, так сказать, что-то там выкруживать такое из его слов, там, а вот он намекнул, а вот он сказал, и так далее, и так далее. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что, во-первых, он уже ничего не говорит о самом, так сказать, факте осуждения Навального и его пребывания в местах заключения. Он рассуждает о возможной смерти, да, то есть он и смерть, в принципе, допускает, как возможно. Это первое, второе, заметьте, как он сам абсолютно, сам съехал на тему Ассада. Просто съехал, это было видно. Поэтому, ну, тот, кому хочется, тот, конечно, может для себя выуживать там вот эти вещи. Но мне кажется, это были вещи ритуальные. Да, конечно, я понимаю, что американцы как вмешивались в наши внутренние дела, так и будут вмешиваться. Вот сейчас послов остановят там, дипперсонал, они займутся фамилиям при этой самой привязке. Это правда, это так. Здесь никто ничего, так сказать, другого от них не ждёт. Но, значит, думать то, что вот Навальный находится в центре повестки российско-американских отношений, или то, что вот, например, все переговоры были вокруг этой фамилии, или то, что американцы, так сказать, за него там буквально всем там это порвут на британский флаг, я думаю, что это, мягко говоря, очень большое преувеличение. Это убаюкивание себя теми людьми, которые перезаложились на эту поддержку США, на эту формулу «Запад нам поможет». В этой ситуации вся Украина оказалась, кто не заметил. Но те, кто этим живёт, бредит, вот этим поддержкой Запада, но, слушайте, они всю Украину поставили в эту позу с этим «Северным потоком-2». Они обещали, 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 но сказали, ну вот такая фигня, конечно, мы против «Северного потока-2», но вот мы сейчас с этой темой съезжаем, но потом, потом, ого-го-го, мы дадим потом, мы учтите, мы вообще это так не оставим. Но если вас, так сказать, такие вот, грубо говоря, такие вот, значит, байки, как-то тешат вам ваше, так сказать, ваше самолюбие или надежду юноши питают, ну, можете считать так, но в реальности, если так трезво смотреть, это были дежурные фразы, это были дежурные фразы, причём с явной сменой, так сказать, сменой, как бы, вот этой парадигмы. Уже, ещё раз говорю, он вообще ничего не сказал, он мог бы на встрече с Путиным потребовать освобождения и потом на пресс-конференции это сказать, но этого не было. И это, мне кажется, совершенно очевидный, как они любят говорить, сигнал.